Комсомольская правда Добрый день. Сегодня мы поговорили, пообещали нашим слушателям, Михаил Григорьевич, с вашей помощью дать советы по составлению верной тактики или стратегии, если угодно, если кто-то на далеких горизонтах думает по сбережению. Да, но сначала я хочу сказать хорошую новость. Мы под Новый год рассказывали историю человека, у которого в Москве, в центре Москвы, банкомат Сбербанка заживал 102 тысячи рублей и решил не отдавать. Причем человек, расслабившись, выбросил чек, и доказательств у него не было никаких. Но вот, несмотря на это, Сбербанк, тем не менее, ему торжественно деньги вернул. При всем моем крайне негативном и критическом отношении к Сбербанку, я должен зафиксировать, что это проявление разумности Сбербанка. Вряд ли они нас слушали, но тем не менее, они повели себя правильно. Это является им большим плюсом, хотя, конечно, в первую очередь, это является уроком по-прежнему, что нужно использовать надежные технические приспособления, а ненадежные лучше не использовать. Ну, вообще, банкоматы у нас традиционно считаются надежными. Вот с банками могут возникнуть проблемы, а железо, оно, как правило, не подводит. Хорошо, давайте... Ну, вот бывают исключения. Давайте сразу. Как мы помним, декабрь ознаменовался небывалым ростом курса валют, падением курса рубля, и, как следствие, какими-то истерическими, я другого слова уже не подберу, попытками наших сограждан деньги сберечь. Все равно в чем уже? Ну, я объясню, кстати, сразу свое появление в эфире, потому что я являюсь фанатом книжки Михаила Геннадьевича «Как самому победить кризис». Давно это было. Это было в прошлый кризис. Да, это был прошлый кризис, да. Но я думаю, она до сих пор актуальна, потому что тогда я ее зачитал, что называется, до дыр, и большую часть советов применил. И они так очень помогли мне, честно говоря, в тот период, потому что действительно они как-то помогли поставить голову на место. Я надеюсь, что нынешние сегодня советы в течение часа, мы сможем какую-то квинтэссенцию дать этих советов и понять вообще, что нужно сейчас делать. Давайте попробуем. Ну вот сейчас вот обращаясь к вопросу Антона по поводу того, что же сейчас лучше делать, вот копить или тратить? У всех разные есть версии, потому что девальвация с одной стороны и инфляция, то есть вроде бы надо бы избавиться от этих рубликов, чтобы купить что-то нужное. Ну, если у вас ваши сбережения все еще лежат в рублях, то я вас торжественно поздравляю. Потому что я все время говорил, что вот перед Новым годом должно быть укрепление рубля. Вот должно быть. Ну, было, кстати. Он валился, 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 я все это говорил, я уже сам в это не верил, но, наверное, меня услышали в Банке России, потому что под Новый год, как мне один корреспондент написал, нам все-таки позволили купить доллар по 52-54, чтобы скрасить новогодние каникулы. Да. Вот, если после этого у вас сейчас все-таки сбережения лежат в рублях, но я думаю, что некоторое время пусть полежат и дальше, потому что все уже, на короткое время все уже случилось. Более того, я не исключу, что сейчас рубль немножечко укрепится. Вот, он теоретически вот в эту неделю он должен немножечко укрепиться и к концу января тоже, потому что, с одной стороны, все в шоке, денег в стране нет, спекулятивных денег в стране тоже нет, уже никто не будет раздавать крупным корпорациям в виде государственной помощи рубли, потому что все увидели, к чему это везет в середине декабря, будут раздавать валюту. А, с другой стороны, сейчас время платить, ну, как бы окончательно выплачивать налоги по итогам года, и, соответственно, корпорации будут покупать рублики. Как бы не хотелось Минфину, все-таки налоги у нас пока платят в рублях. То есть, сейчас можно и посидеть в рублях. Но, в принципе, кризис – это время для экономии. Ну, я-то всегда говорю, что экономить нужно в валюте. Я даже приводил шутку, которую напечатала «Комсомольская правда», что все говорят, что деньги нужно хранить в рублях. Я так и поступаю, храню деньги в куче рублей, их там никто никогда не найдет. Но все равно это время для сокращения потреблений. Конечно, с точки зрения макроэкономики лучше, чтобы все побежали и стали тратить деньги. Но это тот случай, когда интересы макроэкономики в целом кардинально противоречат интересам отдельно взятой семьи. Я вот тоже всегда, когда пишу заметки об экономии, думаю, вот я сейчас всем скажу, чтобы они экономили, так они все потребительский спрос обвалят, все обанкротятся. На фоне «Газпрома» все ваши читатели вместе взятые, в общем-то, не сильно переломят погоду. А на фоне топ-менеджеров наших госкомпаний, я думаю, что они тоже не изменят погоду, не сделают погоду. Так, ну, решили, да, экономить. Тут возникает вопрос, как? Нет, экономить нужно с умом, потому что, скажем, ну, знаете, как та же самая история, что с диет. Если вы будете тупо не есть, то на третий день ночи вы подойдете к холодильнику, не приходя в сознание, съедите все макароны, сначала вареные, потом в сырые. Есть лечебное голодание по 40 дней, например. Нужно грамотно входить и грамотно выходить, иначе вы очень сильно подорвете здоровье. Ну да. У меня хорошие знакомые голодали в свое время в знак протеста, и на третий день от них уже, поскольку они как истинные российские интеллигенты занимались подвигом, а не читали книжки, на третий день уже мяком от них так пахло, что хоть святых воносятся. Уже были большие проблемы с этим. Но то же самое и с экономией средств. Нельзя экономить, наверное, на развлечениях. То есть, конечно, нужно тратить поменьше, но развлечения должны быть обязательны, иначе вы сойдете с ума. Пожалуйста, фильм скачанный из интернета за бесплатно. Не надо ходить на лучшие места. Авторские гонорары, да, и что у нас там. Знаете, есть много возможностей скачать фильмы из интернета, не нарушая авторских прав. Например, просто посмотреть их, не скачивая. Например, посмотреть их, не скачивая. Есть онлайн-кинотеатр. Да, кроме того, скажем, из моей любимой сети ВКонтакте, спасибо Павлу Дурову, да, там очень интересно. Там какие-нибудь фильмы заходишь, и там написано, фильм снят в связи с просьбой обладателями авторских прав. А все фильмы, которые мне нравятся, например, они там есть, потому что у них то ли их давно сняли, то ли у них нормальные обладатели авторских прав. Ну, психически нормальные. Я всегда говорю, да простят меня верующие, которые нас слушают, что если бы Иисус Христос пользовался бы копирайтом, то никто бы никогда сейчас не знал бы его существования. Так что это, я считаю, что это просто злоупотребление монопольными правами под прикрытием интеллектуальной собственности, но можно купить диск дешево, можно обменяться диск с друзьями. У кого-то любимое развлечение, например, пока морозы не возникли, в снежки с детьми поиграть. Все бесплатно. О других бесплатных способах развлечься, и не только развлечься, через несколько минут. Час Делягина. На радио «Консомольская правда». Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 21 час по московскому времени. Вот согласитесь, удивительная способность некоторых специалистов службы информации сказать, не сказав. Я про эти ящики из-под пива, из которых немецкие пожарные построили пожарные автомобили. Действительно, откуда они их взяли? Может быть, они сами их выдвали, пока ждали очередного вызова? Ну, если не в рабочее время, имеют право в рабочее время. Я думаю, что в Германии не будут пожарные, находясь на дежурстве, пить пиво. Все-таки немцы, какие-никакие. Будут пить шнапс? Нет, нет. Вот будут пить после, да, пожалуйста, сколько угодно, но вряд ли. Вот, возвращаясь к развлечениям. У каждого развлечения свои. Вот это зависит от образа жизни, от, так сказать, склонностей, от привычек. Они у всех свои и просто, что называется, познай себя. Кто-то книжку почитает, а кто-то подвижные игры на свежем воздухе, кто-то с друзьями посидеть, а кто-то просто полежать, отдохнуть, на стенку посмотреть, кто-то телевизор посмотреть. У всех свои развлечения, но они должны быть обязательны, потому что без развлечений вы просто сойдете с ума. Но тут главное еще не переборщить, слишком развлечемся и из бюджета большой. Нет, и работать не сможете. Да, понятно, что здесь не должно быть перегибов, развлечения должны быть дешевыми, да. Не надо покупать билеты на премьеру, на лучшие места в театре. Если не можете, ну, без театра, то, в общем-то, понятно. И я этому искренне завидую людям, которые не могут без театра, но на места похуже, не на премьеру, нет проблем. Михаил Григорьевич, с чего начать? То есть мы понимаем, что сейчас нужно как-то нам сократить свои расходы, чтобы какую-то часть денег отложить. Начается в статистике, просто записывайте все свои траты ежедневно, каждый вечер, что и на сколько я потратил. А какие-то траты действительно не вспомните, это дело житейское. Скажем, когда мы с друзьями или с семьей ездим куда-нибудь отдохнуть, то потом, как ни крутись, на 10% суммы точно не вспомнишь со всеми люфтами. Но каждый день вы это будете записывать, это нормально. А там прям записывать или какую-то программку использовать, может быть, не знаю, чеки собирать. Ну, понимаете, если вы дружите с компьютером, чеки собирать это же не для налоговых вычетов, правильно? Если для налоговых вычетов, вы знаете, что ваши расходы на образование и на здравоохранение, это налоговые вычеты. То есть, если вы чеки на лекарства привезете, собрав, принесете в налоговую инспекцию, то вы имеете право на налоговый вычет. Правда, он ограничен по сумме, это только 13%, но на самом деле это довольно привлекательный вид деятельности. Да, это не так уж, казалось бы, и много, особенно если вы здоровые люди. Да, это деньги приходят не скоро, в лучшем случае через полгода, но они приходят, они живые, понимаете, это серьезно. Вот, кстати, налоговые вычеты на квартиру получают практически все, потому что они знают, что это большое и так далее. А тут вроде как идти в налоговую, тратить время ради этих трех-пяти тысяч рублей. Ну, ради трех тысяч рублей, если у вас доход в месяц 30 тысяч рублей, может, и не пойдете. А если у вас пенсия 11 тысяч рублей, или если у вас, так сказать, доход 10 тысяч рублей, то я думаю, что не так уж и плохо, можно и сходить. Вот, тем более, что, когда я еще ходил в налог, правда, давно это было, еще в конце 90-х, последний раз там был, но, ну, я как доктор экономических наук, мне не стыдно сказать, что ни разу в жизни смог правильно оформить декларацию о своих доходах. Это абсурдно, безумно. Это такой особый бизнес бухгалтеров, они знают, они зарабатывают. Но, когда я, значит, пытаюсь заполнить все это непосредственно в налоговую, то мне, в конце концов, там парень или девушка не выдерживают и помогают. Вам помогут и вычеты оформить, скорее всего. От людей все зависит, но я думаю, что помогут. Вот, просто самая простая записанная книжка и записываете, что. Можно еще цветом маркировать там различный тип расходов на питание, на развлечение, на учебу, на транспорт и так далее. Дальше смотрите. И вдруг окажется, что очень много денег вы просто выбросили на ветер. Когда вы первый раз будете подводить итоги, за месяц, ну, я сужу по себе. Вот, я просто знал, чем это кончится. Я закрылся в кабинете и никого к себе не пускал. Минут 20 еще после этого, потому что я высказывался довольно абстрактно и высказывал фразы, которые не могу здесь воспроизвести. Я просто увидел, сколько денег я пустил на ветер за месяц. Мне было безумно обидно и безумно горько. Ну, про счетчики водопотребления и электричества, что в Москве должны быть трехфазные счетчики, а не двухфазные. И что если вы, так сказать, стираете белье или у вас есть посудомоечная машина, то пусть она ночью работает, а не днем. Это все азбука. Ну, знаете, у нас очень много азбучных истин, о которых мы не забыли. Не думаем они. Или нам лень их как-то использовать. Вот самое страшное, нам лень задуматься. Вот это вот непереводимое игра слов, казалось бы, вот мне лень напрячься и не сделать, мне лень напрячься и подумать. И на это целые отрасли развиваются, на это наши лени. Я, когда перед бизнесменами выступаю, всегда привожу пример. Бизнес муж на час. Что это такое? Уже все забыли, что это было нечто скабрезное когда-то. Это значит, мне лень забить гвоздь в стенку. Поэтому я звоню в фирму. И ко мне через три дня, удобное для него, не для меня время, приходит мужик, который сверлит криво, вставляет еще кривее, делает все хуже, чем сделал бы я. Я плачу ему деньги. Я чувствую себя цивилизованным человеком, потому что я отдал дело на аутсорсинг, это раз. Во-вторых, я не взял на себя ответственность. И в-третьих, во все виноват он. А я здесь ни при чем. Я белый и пушистый. Ну, если, например, зарабатываешь больше в час, допустим, чем вот этот человек. Ну, обычный стандартный расчет. А вы знаете, это стандартный расчет касается тех часов, которые вы могли бы занять. А, понятно. То есть, понимаете, маргинальные часы, в программе сэкономическим языком. Я работаю 8 часов, понятно. Вот я буду этот дюбель уделывать, ну, 30 минут, если у меня все под рукой есть. Ну, 30 минут, ну, максимум. Ну, даже в высокопрочном бетоне, даже в несущей стене все равно максимум полчаса. А так 10 минут. Отлично. Теперь считаем. Я искал эту фирму. Даже если я дозвонился с первого раза. Даже если меня не обматерили, не спросили, что надо. А если все хорошо. Все равно я искал. Потом я звонил. Потом я договаривался. Потом я ждал этого замечательного деятеля. Он работает те же самые 10 минут. Но его нужно встретить, его нужно проводить, ему нужно заполнить квитанцию. Посмотреть, чтобы не стащил что-нибудь. Да. И получается, что мои расходы во времени выше, чем сделать сам. Нет, они на самом деле, вот у меня не было случая подозрительного поведения с теми, кто ко мне приходил бы. Вам повезло бы. Ну, за общение. Нет, ну, некоторые приходили пьяные, некоторые приходили в таком состоянии, что просто слетали с лестницы гармонично. Но кто приходил нормально, без подозрений вообще. Вот. Так что, наверное, Бог милого, мне кажется, что у нас относительно нормализованная, по крайней мере, в Москве эта сфера. Вот. Ну, а если вы посчитаете по времени, то ваши затраты выше. А когда мы подсчитали вот все эти, ну, кстати, получили картину расходов... Вы посчитали, дальше выясняли, что это можно сделать самому. Это можно было не делать вообще. Если вы физически здоровы и у вас все в порядке со временем, знаете, проезжать две остановки на автобусе или троллейбусе, сколько сейчас, 40 рублей стоит, да? Если разовая поездка, да. Пятьдесят уже, да. Пятьдесят? Зашибли. Ну, в метро, по крайней мере. Девяносто минут пятьдесят рублей стоит. А даже если, вот я езжу эти самые, пятьсот, десять рублей, сколько там, двадцать поездок, все равно прилично. Вот кроме шуток, я раньше при советской власти старался максимум проехать на автобусе, на троллейбусе, потому что четыре копейки, три копейки. Сейчас я хожу пешком, потому что, а, моцион, у меня в предстоящем образе жизни это нужно, и, б, а, я не хочу господам Собянином и компании платить деньги в принципе. Они у меня и так достаточно много забирают. Я восемь тысяч отдал за эвакуацию автомобиля. Я вас поздравляю. Был в шоке от такой траты. Наверное, ты нарушил правила парковки, Женя? Было дело, да, был грех, но восемь тысяч это как-то... Ну, три тысячи за нарушение правил парковки. Согласитесь, если бы у вас, то если бы у вас в машину угнали обычные угонщики, а не официальные угонщики, да, то вы потеряли бы больше. Это как одна из возможностей экономии теперь для меня. Я понимаю, что парковаться теперь нужно только в правильных местах. Закон может быть хороший или он может быть плохой, но пока он есть, его лучше не нарушать. То есть нужно здесь все время замешивать. Я всегда говорил, что, знаете, уголовный кодекс, это не Библия, это не 10 заповедей, это прескурант. Пожалуйста, учтите, что это прескурант с очень высокими ценами. Как нам сократить вот без ущерба еще, какие еще здесь можно алгоритмы высчитать? То есть мы понимаем, от чего можем отказаться, от чего... У нас у всех в карманах карточки. Значит, дорогие друзья, перед походом в магазин, если у вас, конечно, нет какой-нибудь программы лояльности, вам не дают скидки за это или нет кэшбэка, пожалуйста, заходите в банкомат того же банка, ну, чтобы комиссию не платить, или банка с ней относите, снимаете кэш и платите кэш. Да, вам возиться с мелочью, возиться со сдачей, но когда человек платит карточкой, он не чувствует, что он отдает денег, у вас нет акта расставания с деньгами. Как это в анекдоте? Всунул, высунул, пошел. Соответственно, вы на 30% больше тратите, чем когда вы свои кровные отдаете. То есть стараться расплачиваться наличными, снимать нужную сумму и отдавать, чтобы было ощущение того, сколько денег ты потратил. Другие советы сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Час Делягина на радио Комсомольская правда. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Час Делягина на радио Комсомольская правда. 17.32 в российской столице. Доктор экономических наук Михаил Делягин, Евгений Беляков, заведующий отделом экономики. Меня зовут Антон Чалышев. Друзья мои, вот чтобы мы не говорили, в общем, не занимались голым теоретизированием, хотя, конечно, каждый из нас тоже экономит каким-либо образом. Давайте вы нам будете рассказывать о том, каких правил вы придерживаетесь в тратах денежных ваших. Естественно, для того, чтобы тратить меньше, экономить больше. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира, 8-800-200-0907-02. Звоните, высказывайтесь, рассказывайте, за счет чего вам удается сэкономить. Сейчас какие правила для вас обязательны к исполнению в том, что касается денежных трат? Пени сэкономлены, пени заработаны. Я забыл, кто это сказал. Наверное, какие-то умные британцы. Ну, кто-то умные, да. Значит, дальше. Простые вещи в магазине. Но уже все научились выкладывать товары так, что мы потратили побольше. Поэтому, если стоит на полке товар с огромным флажком скидка, во-первых, посмотрите, это скидка по-честному или 30-процентная скидка после того, как цены на этот товар задрали в два раза. Во-вторых, рядом с этим товаром ничего покупать нельзя. В принципе. Вот рядом с этим товаром для вас должна быть запретная зона, потому что любой нормальный маркетолог вам объяснит, что люди считают, что рядом со скидочным товаром, подсознательно, инстинктивно, все тоже дешевое и автоматически берут, не глядя на цену. Проицируют эту скидку на этом стоящем. Да, а когда вы забиваете себе полную корзину, то уже, так сказать, вы не будете, так сказать, потом смотреть, что сколько стоило. Дальше. На фоне глаз ничего покупать нельзя. Я однажды автоматически совершенно в аптеке покупал зубную пасту. Взял пасту, пасту как паста, 640 рублей. Неожиданно взяла. Она должна не то, что чистая, она должна отращивать новые. Я в легком ступоре, но вспомнил правила, на ту же самую полку просто внизу. 75 рублей. Потребительские качества, ну, наверное, похуже, но... Мы никогда, причем не определим, что она там... Ну, она может там действительно отращивать новые зубы, она может отбеливать, она может убивать во рту все живое. Не знаю, но обычная зубная паста, в принципе, делает все то же самое. У меня, кстати, вот я выработал у себя привычку. Не сказать, что я ей постоянно пользуюсь, но пока необходимости, слава богу, нет, но вот когда я беру, например, с собой в магазин тысячу рублей, я вот хожу с этой тысячи рублей, и я уже начинаю расставлять приоритеты. Что мне взять все-таки? Вот это или это? Да, дальше. В Москве почти в любом месте, в большинстве крупных городов соседствуют очень дорогие магазины с нормальным. Но не ходите вы в очень дорогие магазины. Ходите в нормальные. Там не очень приятно. Но большинство продуктов стандартно. И вы покупаете одно и то же по цене, которая может на расстоянии 15 минут пешего хода отличаться на 30%. То есть полтора раза. Хилл Галинович, как прокомментируете, есть такой психологический термин, не знаю, такая психология бедности. Ну вот, грубо говоря, если мы начинаем экономить, ну вот что говорят, я лучше буду больше зарабатывать и экономить, и не экономить. Это правильный подход, но не всегда получается больше зарабатывать. И в любом случае, лучше потратить то же самое время на заработок денег, чем на экономию. Просто кризис – это то время, когда зарабатывать получается не у всех. Это так мягко у большинства не получается зарабатывать. И нельзя чувствовать себя ущербным. Вы когда экономите, вы тоже должны чувствовать, что вы зарабатываете для себя деньги просто другим способом. Пенни сэкономленные, пенни заработанные. Есть масса скидочных программ, которые работают даже у нас. В конце концов, когда вы пользуетесь мобильной связью, то есть система бонусов, и вы частично себя компенсируете. Есть работающие системы скидок, они есть. Есть относительно недорогие магазины. Есть интернет, в конце концов, когда вам что-то нужно купить, относительно сложное, стандартному технику, например, вам нужно купить. Ну, потратьте лишние 10 минут, вы увидите, что в надежных, нормальных интернет-магазинах с огромным количеством актуальных откликов, то есть то, что есть на самом деле, цены различаются на 30% в Москве. 30! Я своему хозяину квартиры говорил, ну, отключи этот телефон, им все равно никто не пользуется, это стационарный, а 300 рублей в месяц или там 500 рублей в месяц уходило. Уже было в общем-то, да. Но на самом деле это вопрос потребительского качества квартиры, потому что квартира без телефона, пусть даже и ненужного, она стоит меньше, и аренда в том числе стоит меньше, чем с телефоном. Это вопрос как бы качества жилья. Ну, он нужен для того, чтобы позвонить на мобильный телефон, когда он потерялся. Ну да, 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 да. И МГТС сообщает. Вы не доплатили! Как обычно. Вот. Есть? Вы имеете в виду желающих поделиться? Вы показали, вы показали. Я пока нет. Я ничего не показываю, как значит. Хорошо. Дальше. Никаких кредитов. Вот у нас это кредитомания, это национальное заболевание психическое. Вот, пожалуйста, вот поймите, что, как говорил Михаил Светлов, великий поэт, берешь чужое на время, отдаешь свое и навсегда. Бывают считанные в жизни ситуации, когда действительно приходится брать кредит. Но пусть это будет невозможностью, пусть это будет тяжкой и плохой необходимостью. Ну, ипотека, да, например. Сложно без ипотеки. Ну, понятно, что на жилье тяжело. Но у вас же есть знакомые, у вас есть друзья, ну, что-то настреляйте по знакомым, по друзьям, потому что все равно это, так сказать, лучше. Кстати, получается, что кризис отличная возможность узнать, есть ли у тебя настоящие друзья, потому что если друзья есть, настреляешь. Если нет, значит, знакомые. Ну, вы знаете, друзья могут быть в плохом финансовом состоянии, это раз. И, во-вторых, все люди разные. Я знаю людей, которые, в принципе, никому не одалживают ничего, сильно обжегшись в свое время. Так что это одно другому не мешает, на самом деле. Но кризис – это время, когда нужно обязательно нарабатывать дружеские связи. То, что называется, социальные сети не в плане Facebook, Twitter, ВКонтакте, а в плане именно человеческих отношений. Потому что страна оборванных цитат, а все мы знаем, не имей 100 рублей, имей 100 друзей, поговорка имеет продолжение. Деньги от него, то, друзья, останутся. Да-да. Что касается крупных покупок, мы уже о них заговорили, как здесь получается тратить, не тратить? Все равно крупные покупки нам какие-то нужны. Какие-то нужны, но лучше это минимизировать. То есть, покупать только то, что действительно нужно, а не впадать вот в такую истерию, как впадали в декабре. Средства производства. То есть, грубо говоря, я купил свой новый ноутбук, потому что старый пришел в негодность, мне все равно за год нужно было его покупать, и я его купил по старой цене, подокрестной. Отлично. Или мото-культиватор, если я занимаюсь выращиванием картошки. Да. Федор, здравствуйте. Какие правила вы соблюдаете и считаете себя абсолютно незыблемыми? Здравствуйте. Я вот, когда иду в магазин, я вот, во-первых, сразу звоню в несколько магазинов. Ну, вот пример. Вот перед Новым годом я решил купить второй телевизор. Простите, а зачем вам второй телевизор? Сразу расскажи. Ну, у нас два поколения живут. А. Отцы и дети. А, одни первый канал смотрят, другие тенты. Да, ну, потом еще уже, может быть, и внучек будет, там, какие-то детские каналы. А я там люблю такие смотреть. Старые фильмы документальные. Ну, не в этом дело. Ну, решил. И вот я, значит, прошел, ну, специально с работой. Значит, я работаю в охране сутки трое. И, значит, прошел четыре магазина. Вот, эфир, там, свеклана. Не важно, не важно, как они называются. И посмотрел, что разница в них. Вот, ну, одинаково. Я записал телевизор какой-то, марку, все. И вот все магазины прошел, и разница, значит, в 560 рублей была. А вот если бы я зашел бы первый, который я приехал, ну, на автобусе приехал, тут рядом этот магазин, зашел бы, я бы переплатил 560 рублей. Это первое. Вот я теперь понял, что, значит, нужно... Прицениваться. Нужно прицениваться. Да, магазин, возьмите гроздь, возьмите магазин этот самый магнитно. Вот магазин... Давайте без названия. Да. Да. А, ну да. А то нас заругают. У меня скидки с 10 до 12 пенсионерам дают скидки. Ну, вот у меня... Я сам еще не пенсионерный, честно говоря. Но удостоверение уже имеете? Не-не-нет у меня. Я беру удостоверение тещи своей и говорю вот так и так на... Я вот, ну... От нее. От нее. Да. Да. И, значит, а скидка там, ну, вроде бы небольшая, да, 10% на... От 10 до 12. Вот в этом режиме во все дни... Ну и правильно. Супер. Вот, например, вот, грубо говоря, вот, ну, все, там, 1500, 1800, да? Да, простите, 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 у нас, к сожалению, минута до конца, так и хочется добавить слог один, но не буду. Осталось понятно. Значит, во-первых, прицениваться, по-моему, это очень-очень хороший опыт, да? Во-первых, прицениваться, во-вторых, ну... Пользоваться скидками. Говорю, мы говорим, идете в кино, идите на утренний сеанс. В общем, если рисковать быть, так сказать, уличенным в нарушении закона, то исключительно с благой целью. Тещина, скидка в продуктовый магазин, продукты не для того, чтобы закуску под выпивку, а для того, чтобы детей и внуков накормить. Ну, я не совсем уверен, можно ли это давать в качестве совета, если пользоваться чужими социальными картами, но... Можно тещу с собой брать. Тещу брать, да. Но это риск уже большой и вообще может быть вред для здоровья, но смотря у кого какая-то теща. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Час Делягина. На радио «Комсомольская правда». 17.47 российской столицы. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Заведующий отделом экономики «Комсомольской правда» Евгений Беляков. Меня зовут Антон Челышев. И любой из вас может к нам присоединиться, рассказать о том, какие правила траты денег вы соблюдаете неукоснительно всегда. Или, может быть, появились правила, которые вы сейчас начали соблюдать, когда вдруг было хорошо, а стало плохо. Михаил Григорьевич, у вас есть какие-то привычки, которые в плане денег, которые вы используете постоянно? Кризис, не кризис? Может быть, сейчас как-то что-то активизировать? Я стараюсь тратить поменьше. И вот есть заначка, и я ее стараюсь не трогать. Я стараюсь делать так, чтобы каждое изъятие денег из этой заначки было большой проблемой. Вот это раз. Дальше. Нужно следить за здоровьем. Потому что любое ухудшение состояния здоровья, если запустить, это огромные, бессмысленно ненужные траты времени и сил. Есть простые вещи. Ну, например, лучшее средство от гриппа. Знаете, какое профилактическое? Лук, лимон? Лимон эффективный. Нет. Старое хозяйственное мыло, вот эти вот потрескавшиеся темно-коричневые бруски. Так. И утром, и вечером промывать нос раствором хозяйственного мыла. Господи. Правда, 90% известных мне людей предпочитает грипп, потому что это не очень приятная процедура. Но, тем не менее, это сверхэффективное средство. А грипп – это, соответственно, вот эти всякие жаропонижающие в аптеке, которые стоят... А, начнем с того, что грипп – это совсем не безобидная штука. Грипп чреват очень серьезными осложнениями. Это очень опасная вещь потенциальная. Осложнения могут быть любые, без всяких преувеличений. Это, во-первых. Можно сколько угодно смеяться, что все эти атипичные пневмонии, птичьи гриппы, у них смертность меньше, чем у обычного гриппа. Но это вещь опасная. Дальше есть много... Они сейчас стали доступны, слава богу, благодаря рынку, кстати говоря. Очень много продуктов, которые очень полезны для здоровья. Для оливкового масла. Как финны умудрились очень резко снизить сердечно-сосудистые заболевания в своей стране. Вопреки рекламе, они не стали пить палитру красного вина каждый день. Отнюдь. Они перешли с коровьего масла на растительные масла, пусть даже упакованные под видом сливочных. Почему они нам все экспортируют? Потому что они внутри свою валию не потребляют. Это только для экспорта. Дальше перепелиные яйца. Универсальная вещь, которая очень здорово и энергетик, и повышает иммунитет, ну и для мужчин полезно, скажем так, отдельным списком. Но оливковое масло все-таки дороже, чем обычные подсобничные. Оливковое масло намного дороже, но опять-таки, если посмотреть, если поискать, если брать большую упаковку и так далее, и так далее, и так далее. Но опять-таки, смысл в том, что вместо животного растительные. Понятно. Вот в чем смысл. Какие еще вот методы... Подсолнечные можно, пожалуйста. Какие еще методы экономии вы в своей семье примените? Ну, вы знаете, вот помимо методов, есть один главный базовый принцип. Когда вот случился кризис, не нужно ждать, когда все это кончится. Вот просто примите как данность, что это надолго. Ошибетесь, замечательно. Неожиданность имеет право быть только приятным. Вот просто примите для себя, что это не временное ухудшение, которое вот-вот пройдет, и нужно как-то перетерпеть. Это просто такая жизнь теперь пошла. То есть готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. Да, готовиться к худшему, ориентироваться, что вот это теперь будет так. Да, у нас теперь плохой период от меня, это не зависит, я в этом не виноват, я эти идиотские решения не принимал. Так случилось. Да. Вот не искать виновных, ну, там, по крайней мере, в своем окружении. Вот все люди, которые изучали, а кто погибал, ну, 20 век подарил огромный опыт, так сказать, лагерей разного. Типа, кто погибал в лагерях, кто уживал. Вот во всех лагерях, во всех тюрьмах погибают те, погибают оптимисты. Погибают те, которые сияют и ждут, когда все это кончится. Вот какое исследование не возьмешь, американцы в Вьетнаме, американцы в Китае, американцы в японском плену, наши во всех вариантах, там, немцы в нашем плену, японцы в нашем плену. Всегда погибают те, кто вот через месяц это кончится. Хорошо, через два месяца. Хорошо, через три. Нет. Вот просто поймите, что это всерьез и надолго. И тогда вы проживете и свою жизнь, и много следующих интересных жизней. Вы уже заговорили о разных странах. Есть ли какие-то, может быть, примеры? Потому что я знаю, что европейцы очень спокойно экономят и не считают это чем-то таким ущербным для себя. Это нормально. Мы можем говорить, что французы это желобье или немцы, но это, так сказать, взгляд богатых людей. На самом деле нужно считать, нужно экономить. Если есть скидка, значит скидка. Если есть опыт, значит пользуйтесь оптом. Стандартный товар лучше покупать по интернету или подешевле. Ну, есть, конечно, анекдотические вещи. Скажем, польские рабочие, ну, по-нашему, гастарбайтеры в других странах, у них своя практика. Они снимают квартиру на большое количество людей, сразу вывинчивают все лишние лампочки. Чтобы не светили понапрасну, чтобы им не платить. А то смывной бачок унитаза или несколько бутылок с водой, или несколько кирпичей, чтобы был половинный слив или слив на треть. Ну, на самом деле, в современных унитазах есть кнопка полного слива, есть кнопка половинного слива. Это у кого счетчики стоят, да? Это чувствительно, на самом деле. А без счетчика вы с 1 января попадаете так, что любой счетчик окупается за 2 месяца. Единственное, что если у вас счетчик стоит давно, помните, что они разбалтываются. Через 2 года нужно проверять и тестировать. Так, у нас Олег на проводе. Олег, здравствуйте. О ваших правилах расскажите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Ну, в общем, я бывший студент, окончил только год назад институт, сейчас работаю инженером в нашем КБ. Так что, представляете, какая зарплата. Понятно, актуальненько. Да, в общем, есть несколько принципов по порядку. Если продукты, то желательно покупать в одном месте. То есть, предпочитаю оптовый магазин. Ну, думаю, догадываетесь. Суть в том, что очень часто бывают различные акции на различные продукты. Если следить за ценами, то все очень просто становится. Второй принцип в плане продуктов. Я не употребляю алкоголь. И это очень хорошо сказывается на бюджете. Потому что бутылка хорошая... Одна бутылка стоит порядка тысяч рублей. А то и больше. В плане техники... Что вы пьете-то? Хороший винный. Хороший винный. Хороший винный. Ну, кстати, да, это хороший совет. Так? В плане техники очень просто с помощью интернета и разных сайтов, обобщающих, выбрать тот магазин, где дешевле всего. И купить там. Плюс есть ряд сетей по продаже техники, у которых есть бонусные программы. Эти бонусы начисляются. Потом им можно оплатить до 30% стоимости. То есть это гораздо... Ну, снижает стоимость очень сильно. Вот. И в плане одежды всегда можно найти магазин, где то же самое, но подешевле. Или подождать сезона скидок. Поэтому выжить там на 500 долларов на нынешнем курсе вполне возможно. И даже откладывать деньги на более серьезные покупки. Олег, а вот теперь скажите, пожалуйста, если вы человек неженатый, то, наверное, есть девушка. А на девушке ты как-то не поэкономишь? Ведь правда, как вы умудряетесь и в грязь лицом не ударить, и по кошельку, и кошелек не опустошать на каждом свидании? Смотрите, тут принцип простой. То, что как бы можно сводить девушку в парк, а можно сюда подороже. Да. И если такие вещи чередовать и отказать себе пару раз в лишней кружке кофе или взять ее подешевле, то, естественно, всегда можно найти лишние деньги, чтобы сводить девушку из театра и в музей, ну и так далее. Олег, у меня еще один вопрос. Вот вы какую себе цель ставите? Вот вы для чего экономите? То есть у вас есть какая-то, ну, не знаю, долгосрочная цель? Вот смотрите, у меня получается откладывать за несколько месяцев порядка 40-50 тысяч, и их вкладываю в различные покупки. Ну, то есть и покупки тоже совершаю с умом, то есть отслеживаю цены, будь то бытовая техника, увлекаюсь музыкой, поэтому и гитара тоже требует вложений или покупки новой и так далее. И, то есть, отслеживание цен по интернету, вкладывание денег вот в эти вещи. А конкретно, ну, на данный момент, как бы, копить на автомобиле и так далее, не представляю возможно, потому что, ну, сами понимаете, копить в рублях сейчас, это бессмысленно. Понятно, спасибо. Спасибо, слушайте, спасибо большое. Мы уже не стали... Нет, ну, 40-50 тысяч рублей в месяц неплохо у нас. Нет, 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 в несколько месяцев. А, в несколько месяцев, да, в несколько месяцев, да, понятно. Но я просто хочу сказать еще про девушек. Да, у нас, вот опять-таки, рыночные отношения имеют свою позитивную сторону. Появились сети, которые продают цветы по оптовым ценам. То есть, можно покупать розы там по 10 рублей, хорошие, да, и так далее. Если вы специально спрашиваете, подмосковные ли это цветы, понятно, что голландские розы никогда не раскроются. Я надеюсь, что у нас девушки не слушают. Подмосковные розы раскроются. И там можно находить совершенно замечательные вещи, по совершенно нелепым, на мой взгляд, ценам. Главное, девушкам об этом не говорить. Как букет и букет, вот розы и розы. Вы знаете, если букет хороший, какая разница для девушки, сколько он стоит. Ну да. Вот вы как для себя ставите цель? 30 секунд у нас, друзья мои, 30 секунд. Для комфорта. Для комфортной жизни и уверенности в завтрашнем дне. Грубо говоря, если меня сегодня вечером убьют, то чтобы моя семья в материальном отношении лет 5 этого не замечала. Да, ну и аналогии у вас. Получается, что люди, которые в 2008 году на пике кризиса того начали соблюдать эти правила, сейчас отлично себя чувствуют. Я желаю, чтобы все мы всегда отлично себя чувствовали. Михаил Геннадьевич, мы отлично себя чувствуем, потому что знаем, вы придете к нам через неделю. Доктор экономических наук Михаил Делягин поделился своими советами с вами. Друзья Евгений Беляков, заведующий отделом экономики комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Радио Комсомольская правда». Род khастeletiao. Радио Комсомолская правда. Радио Комсомольская. Продолжение следует...